Всем привет! Меня зовут Иллария, и я надеюсь, вы соскучились по моим видео после двухнедельного отсутствия роликов на канале. Мне кажется, вам не привыкать. Иллюминат. Это видео AskLari. Если кто не знает, то это видео, в котором я отвечаю на ваши вопросы. Все вопросы я брала из обсуждения в моей официальной группе. И, кстати, если ты хочешь попасть в мое следующее видео, вопрос... блин... AskLari. То задавай свои интересные вопросы в обсуждении по ссылке в описании. Поехали! Мне кажется, уже кто-то так делал. Кстати, многие спрашивали, буду ли я снимать Аскро. Аскро, Карл. Я сейчас на секунду сломалась. Первый вопрос мне задает Сабина. Вау, у тебя такое прикольное имя. Прекрасное имя. Аллахакбар. Когда ты станешь бабушкой, а внуки тебя попросят спеть песню твоей молодости, то что ты им споешь? Коля Хейтер. Мазда плачет из-за новых тачек. Света спрашивает, какая музыка у меня играет в данный момент. Эй, Коля Хейтер! Второй вопрос мне задает Лера. Я буду так нумеровать каждые вопросы. Надеюсь, что нет. Второй вопрос мне задает Лера, и она спрашивает, каких блогеров я смотрю на YouTube. Я смотрю многих блогеров, таких как и начинающих, и популярных. Но именно для вас я хочу порекомендовать канал Филары Вольф. Она снимает интересные и вдохновляющие видео о том, как она рисует. На ее канале вы можете увидеть видео, такие как DIY, развороты в различных блокнотах. Например, уничтожь меня или блокнот удивляй. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на ее канал. Четенько. Катя спрашивает, как часто ты играешь в Агарио? 24 на 7. И это все из-за тебя. Не из-за тебя, кто меня смотрит, а из-за Кати. Эрику интересно, какой у меня любимый стикер ВКонтакте. Вот этот. Он описывает всю мою жизнь. Родион пишет. Ругал ли тебя папа за обклеенный ноутбук? Нет, меня папа не ругал за обклеенный ноутбук, но... Вы знаете, что он сделал, пока я была на юге? Он очистил его. Да, он оторвал каждую наклеечку, которая была на моем ноутбуке. Спасибо, пап. Маше интересно, какие у меня любимые имена девочек, а какие нелюбимые? На самом деле, мне уже страшно что-то говорить про имена, потому что в предыдущем видео вопрос-ответ о Скларе. Я сказала, что я рада то, что меня назвали Ларине каким-то обычным, типичным именем. И многие начали разводить срач в комментариях о том, что я оскорбила их как-то, и то, что это мое имя. Я не пыталась никого оскорбить. Я просто хотела сказать то, что у меня необычное имя, и то, что часто людей с таким именем ты не встречаешь. А имена такие, как Саша, Маша, Катя, Даша, они распространенные, и почти каждая десятая девочка, названная таким именем. Нет, вот серьезно, я не пыталась никого оскорбить. Извините, если я вас как-то обидела. Лаура спрашивает, какой у меня любимый чехол. На данный момент мой любимый чехол это вот этот. Вам ничего не видно. В общем, вот так он выглядит. Юле интересно, в чем смысл жизни? На самом деле, я сама иногда задаюсь этим вопросом. Шучу, нет. А неинтересно, есть ли на моем компьютере папки с необычными, смешными названиями, и что в них находится? У меня есть папка, которая называется Янлория. В этой папке у меня находятся, во-первых, ваши рисунки. Во-вторых, у меня там различные файлы для видео. Какие-нибудь переходы, картинки в ПНГ. Например, концовка к видео и вообще предыдущие видео. Короче, у меня там дофига различного ненужного барахла. Ну, а еще у меня много папок, которые просто называются Я долбила руками по клавиатуре. То есть там надписи типа Мороженое или собака? Почему? Причем тут мороженое и собака? Мороженое со вкусом собаки. Вот что я выбираю. Интересно, когда ему сделают мороженое со вкусом шаурмы? Кого ты хочешь? Мальчика и девочку. Шашлык. Во сколько лет ты хочешь забеременеть? Ну, как бы, просто вообще-то, как бы, ну... Почему вы задаете такие вопросы? Влада спрашивает, что будет с тобой, если ты разобьешься в новый телефон? Господи, боже, упаси, не надо, пожалуйста. Нет, Малю, не надо. Я останусь без дома. Я буду жить там, вот где-то там за окном. Ольга спрашивает... Hello, Ольга. Если бы ты была грабителем, и тебе удалось бы оказаться в чужой квартире, где есть котик, твои действия. Я бы взяла котика и ушла. Алене, интересно, какой тип музыки я предпочитаю? На самом деле, я слушаю вообще разные жанры музыки. Я могу слушать рок. А, не... Не, рок я не слушаю. Это, наверное, единственный жанр, который мне не нравится. Вообще, у меня открыты аудиозаписи в ВКонтакте, так что вы можете зайти и послушать то, что слушаю я, и убедиться, что я странная. Иллирия. Как тебя называют в школе? Ну уж точно не Иллирия. Софья спрашивает, какие пять вопросов тебе очень часто задают? Где ты монтируешь? Сколько тебе лет? Где ты живешь? Как ты накрутила подписчиков? И... Как у тебя дела? Все супер. Лиза задает такой вопрос. Ты рада тому, что у тебя 40 тысяч рыбчат? Я просто в шоке. Вас уже 45 тысяч. Ну, не знаю, как по мне, но это звучит прикольно. Я уехала на юг с 12К, приехала с 45К. И сразу же отвечая на вопрос, чтобы вы не задавали его в комментариях, я не накручиваю подписчиков. Просто мое предыдущее видео о Склари набрало 650 тысяч просмотров. А видео про покупки с Алиэкспресс, кажется, 250 тысяч просмотров. Ну, так спасибо вам огромное за 45 тысяч. Кстати, скоро конкурс. Да, вот, спойлеры. Это моя мама. А зачем? Ну, все просили с тобой видео. Следующий вопрос задает Даниил, и ему интересно, сколько раз в день я мою руки? На самом деле, я очень брезгливый человек, поэтому я часто мою руки. Я всегда таскаю с собой гору салфеток влажных и просто натираю свои руки, пока они не исчезнут. Лиза спрашивает, почему именно о Склари? Наверное, потому что на больше мне не хватило фантазии. Но согласитесь, что это намного лучше, чем просто вопрос-ответ. Кстати, как Ларин, только Ларри. Елизавета спрашивает у меня странный вопрос. Как какают тюлени? Я вспомнила сейчас, как мама начала мне рассказывать, как какают бараны. Если кто-то сейчас кушает, приятного аппетита. Но я в тот момент тоже кушала. Полина хочет стать котом. Плюсик. Дмитрию интересно, что бы я делала, если бы мне подарили коммункула. Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку. Ага, мункула. Не знаю, может быть его воспитала и вырастила. Такого же придурка, как я. Представь, что тебе дали способность останавливать весь мир, и только ты не останавливалась. Все замрут на месте, а ты нет. И ты могла делать все, что хочешь. Заходить в магазин и брать все бесплатно. А потом, когда захочешь, все запустить, чтобы все начали двигаться. И никто никогда не узнает, что ты делала, пока все замерли. И все вещи, которые ты брала из магазина, не замечали пропаж. Представила. А в чем вопрос-то? В общем, это были все вопросы. Если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Еще раз спасибо большое за 45 тысяч подписчиков. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Моторейсер Коля Хейтер А что там кто-то ходит по квартире? Сентрация Ой Не случайно Досвидули До свидули До свидули Дули Дуля